ДИКАЯ ОХОТА Итак, мы получили задание от старосты деревни Штеггеров Узнать, кто убивает крестьян Давайте туда отправляться Это у нас что тут за место Какая-то деревня брошенная Но там нет знака вопроса Так что мы не будем куда заходить Не приближайся Отойди Чую, откуда пришел Так, волк Так, давайте что-нибудь использовать Силы, что меня хранят, знают, откуда пришел Так, логово зверя Тут одни волки Ух ты Кто это у нас? Похож какой-то проклятый Так, используем масло против проклятых Давайте знак Аксий Уходи 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 Мне не держать силы Что меня хранит Ох ты, блин, зараза Уходи Стоять Вот и все Вернись 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 Покажись Я хочу поговорить Так, у нас Меч сломанный Меч сломанный Так, но здесь мы можем починить только броню Давайте использовать Так Серебряный у нас Только один, да? К сожалению Уходи 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 Это место силы Отлично, мы получили очко умения Так, давайте Посмотрим Куда его можно потратить Так Чтобы нам Начать изучать Техника школы Кота Грифона Медведя Так Отражение стрел Время замедляется Еще на 15% Ну давайте Хотя нет Давайте пока Наверное оставим Подождем Когда откроется Вот эта ячейка И тогда уже видно Будет что-то поставить Так, ну Нам, наверное Надо будет Помедитировать Так, ну и сломанный меч Предлагаю туда заменить Хорошо Вход в пещеру Так, здесь у нас только одни Грибы, да? Не пускает Тогда будем нырять Здесь у нас ничего интересного нет Что-то здесь есть Так, отлично И еще один сундучок Есть у нас Так, ну что ж Кислород-то Заканчивается Зачем ты пришел? Зачем кровь проливаешь? Ты пришел меня убить? Или освободить меня хочешь? Для начала понять, кто ты Кто ты? Я оставила мой круг Я хранила равновесие Ведьмы Меня убили А дух Прокляли Никогда не слышал О круге друидов Велине И она всегда Заплудилась В лабиринтах Ветвей Бесильно скольжу По поверхности Листьев Наверное, ты хорошо Знаешь ими Они Проклятие Велина Они слышат Отрезанными Ушами Ковергают Судьбы Сплетая Пряжу Из волос Черпают Силу Из котла А варят Они Человеческое Мясо Почему Тебя Убили? Ведьмы Хотят Эту Землю Хотят Этот Лес Для Себя Я Встала У них На Пути И Умерла На Меня Напали Это Моя Тюрьма Осажденная Крепость Я Жду Убийц А Мой Лес Хранит Меня И Кто Тебя Собирается Убить? Сестры Убийцы Они Убили Мое Тело И Теперь Истязают Душу Но Она Противится Ты Сказала Что Ты В Плену Как Так Я Скована Кандалами Магии Блуждаю В Бесконечных Лабиринтах Листьев Я Все Знаю О Детях Знаю Что Их Ждет Освободи Меня Прошу Я Должна Им Помочь Если Что Грозит Сиротам Я Сам Помогу Детей Уже Забрали Освободи Меня Прошу Я Могу Быть Вихрем Могу Помчаться Могу Их Спасти Только Я Почему Ты Думаешь Что Дети На Поля Не В Опасности Сестры Их Забрали Возврата Нет Куда Их Забрали Я Помогу Им Уже Случилось Этого Не Вернуть Вард Цербин Не Ведут Дороги Они Все Умрут Позволь Их Спасти Выбор Выбор Интересный Конечно Эти Ведьмы Мне Сразу Не Нравились Может Быть Они Действительно Едят Этих Детей Но Они Предоставят Информацию От Цири Ну Давай Я Помогу Тебе Если Ты Сможешь Спасти Сирот На Поляне Я Помогу Тебе Я Найду Их Освобожу Вызвали Меня Из Тюрьмы Кровь Мое Спасение Проведи Обряд С Чернотой Вороньих Перьев С Белизной Моих Костей И С Резвым Скакуном Дикий Резвый Скакун Что Пасся На Лугах Темный Как Бездонный Колодец Черный Как Глухая Ночь Вот Кто Нужен Мне Собери Все Приди И Принеси Где я найду твои остатки Мои кости почили В одинокой могиле Ступай на запад Это недалеко Зачем нужен черный конь Я стану с ним одним целым Как тогда Когда я жила Мы будем как вихрь Ничто Нас Не Удержит Диких Коней Ты Найдешь На заливных Лугах Вороня Пили у меня Уживость Отыщи Мои Останки И Приведи Коня Резвого Жеребца Черный Вихрь Обернувшийся Конем Я соберу Я соберу все что нужно чтобы тебя освободить и вернусь Собери и принеси к провалу в холме Туда где сердце дерева Пробей мое сердце Пусть льется кровь Я буду съедена Чтоб снова возродиться Ступай И вернись через вход Который я открыла Так хорошо Призрак заключенный в деревне Так Куда же нам идти Ага Значит здесь недалеко Ну что ж Отправляемся туда Кто-то еще орет Диким воем Тут у нас какой-то обряд Ух ты Чуть не свалился А Так Так А у нас тут Водяная баба Используем масло против Трупоедов Эх ты зараза такая Чтоб тебя Иди сюда Зараза Вот так вот Так Взять у тебя что-нибудь можно Да Отлично Ну что ж Давайте использовать Ведьмача чутье Найти кости Так Что-то вижу Похоже дождь собирается Странные кости На человеческие Не похоже Так Отлично Укротить Дикую лошадь Аксем И сесть на нее Отлично Где это у нас Оуу Далековато Так Аксем У нас стоит сейчас Как раз Аксей Так Где бы тут Наверх Залезть Нормально Подержи Дом Эй Эй Быстрее. Так, куда-то вышли. Это у нас что здесь? Сундучок. Так, а вот и дикий жеребец чёрный. Так, возвращаемся. Так, где? По-моему, здесь, да? На! Ну, всё-всё-всё. Я готов. Мы можем начинать. Дай мне полететь на крыльях ворона. Пусть мои кости упокоятся среди перьев. Всё это сложи под сердцем. Потом пробей его. И подведи коня. Ну, давай начнём. Возлагаю перья ворона. Когда-то я была свободна. И снова буду свободна. Возлагаю твои кости. Когда-то я была плотью. И снова буду плотью. Пусть всё. Ну, твою кости. Возлёте кольку. Я её покажу. О, твоё. Ну, твоё. Героя. Как твоё. И всё. О, твоё. Я её могла случайно. я жива освободить детей я спасу у них я всегда держу однажды данное слово так проблема решена это место силы на всякий случай пока не ходите на холм на работу я выполнил не может быть что там такое поселилась в дерево на холме вселился злой дух он и убивал людей как же ж вы его прогнали что я сделал на холме это мое дело и то правда что я в этом понимаю ведьмы или как ты называешь хозяйки леса вели ли напомнить тебе о платье говорят ты знаешь о чем речь знаю давайте к стиле сейчас вернусь вот и плата передайте ее хозяйкам зачем ты это сделал потому как таков уговор вы здесь чужой не знаете как тут живется а это справедливая плата за заботу значит все эти уши в лесу не думайте об этом суды вы отсюда уедете а нам тут жить так же как нашим детям и внукам велен никакие боги не хранят ни один владыка это земля ничейная кто хочет выжить сам себе господина ищет что-либо но но что-либо Ооо, ну и мерзость. Спрячь оружие, юноша! Они все краше. Вы в живую тоже. Другие. Не как на Гобелене. Ну? Принеси ее. Принеси, а не расстреливай ее. Это что, Анна, что ли? Ты снова выказала непослушание. Обычно мы прощаем, Марий. Но ты не уследила за детьми. Они не хотели отсюда уходить. Им здесь нравилось. Они играли. Ты понесешь суровую кару. А сейчас молчи. Мы хотим поговорить с Белоголовым. Они все-таки детей спасли. Это Анна, жена барона из Вронец. Она не принадлежит никому из людей. Внутри нее зрел плод. Плод от семени того, кого она ненавидела. Мы помогли ей. Она согласилась служить. Она носит наш знак. Она наша. Но ведь тебя интересует другая женщина. Говори, Белоголовый. На Гобелине вы выглядели иначе, чем сейчас. Мы нарядились специально для тебя. Если бы ты знал, сколько времени мы провели перед зеркалом. Ты жаждешь нас? Очень. Я впечатлен. Полиморфия – редкое умение. О-о-о. Я могу высосать тебя до суха. Я могу сплестись с тобой в одно целое. Я могу стать твоей последней и самой лучшей. Я не затем пришел. Вы затянули меня на шепчущий холм. Ничего не дается даром, храбрый юбишер. Ты уничтожил силы зла. Ты вернул покой нашим подданным. Я освободил духа, который жил в дереве. Вы слышали? Измена! Это она забрала детей. Она! Мы заключили договор. Я должен был помочь жителям деревни. Я выполнил задание. Им уже ничто не угрожает. Значит, ты провести нас решил. Чей дух был заключен в дереве? Дух той, что когда-то обманула смерть. Ты освободил древнюю силу. Она снова восстанет. В другом месте, за пределами наших чар, вновь польется кровь. Вот к чему приводит человеческая глупость. Я выполнил свою часть уговора. Очередь за вами. Мы никогда не нарушаем слово. Девушка. Мышиные волосы. Так их называют. Худая, истощенная, напуганная. Бедяшка еле держалась на ногах. Мы заботились о ней как могли. Как о собственной дочери. Оказалось, она слишком своевольная. Стративая, упрямая и самолюбивая. Девушка, которую я ищу, ни разу никого не обидела без причины. Ты давно ее не видел. Она переменилась к худшему. Почему она на вас напала? Она не та девочка, которую ты знал. Ее переполняет гнев. Я не верю вам. Говорят, что вы всегда держите слово. Так расскажите мне все так, как было. Расскажем, храбрый юноша. Мы знали, что придет кто-то охотен. И прочли это по зверинным внученностям. Мы видели ее образ. Как рябь на ложе. Она пришла со стороны болот. Мы не сразу поняли, что ворожба указывала именно на нее. Дитя старшей крови. Посеянное земно, что взорвется огнем. Она пришла прямо к нам в руки. Старшая кровь. Она спит? Как ягненок. Нечего-то не телиться. Стол накрыт. В котлет накочет. Нам нельзя. Она предназначена ему. Получит ее Имлерих. Но не всю. Верно. Мы хоть попробуем. Стопы отрежем. На бульон пойдут. Лучше некуда. У меня слюнки текут. Будь по-твоему. Иди. О, девчонка. Ты еще пожалеешь. Вернись. 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 Он пришел за тобой. Вернись. Ах-а-а! Вернись. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Итак, у нас задание Рассказать барону, что стало известно Об Ане Для этого Нам надо быстро переместиться Только в какую сторону У нас быстрое перемещение Здесь Отлично Перемещаемся Замок Вронницы Так Где наш конь Отлично, у нас десятый уровень Так, ну нам надо починить Оружие и броню Так что сначала мы, наверное, зайдем Наверное, к торговцу Эй, мужики Может на эту чудищу Хочешь посмотреть наш маленький склад? Покажи мне свои товары Так По броне Скелийский гамбизон Он хуже Так что мы его продаем Охотничьи сапоги Так, отлично Оставляем Охотничьи перчатки Тоже оставляем Топорик Продаем Веринский длинный меч Продаем Школа змеи Меч серебряный Оставляем Будем делать ремонт Клинок из Тихаир Остальное оружие Тоже оставляем Меч охотников За колдунью Плюс 26 Здесь плюс 17 Наверное, я его продам Здесь все-таки Можно ставить Две ячейки Да Короче, течение 35 Здесь 3% только Вроде как бы Урон выше Да, но Все равно Он немного похуже Так что мы его тоже Продаем Длинный меч Тоже Продаем Дубинку И еще один меч Так Письмо от Йеннифер Третья карта Рецептов Никаких у тебя Нет Что ж Выходим Будь здоров Сразу Поставим Так Меняем И Перчаточки Отлично Так Идем Чем могу Служить Ну, во-первых Мы продадимся Да Я хочу Посмотреть Твои товары Чтобы лишнего Тут не валялось А, нет Так Это починить Вот убрать Убрать Улучшение Ага Не забывайте Извлеченные Улучшения И рунные камни Будут Уничтожены Ну, не знаю Не знаю Смысл тогда Их вытаскивать Да, если все равно Они будут уничтожены Тогда будем Чинить Все сразу Починили Да Так Чертеж Необходим Шестнадцатый Уровень Чуть-чуть У нас Похуже Да Этот Хуже Этот Хуже Этот Хуже Конечно Вот это Получше Но Требуется Аж Шестнадцатый Уровень Так что Пока Не будем Ничего Делать Охотничьи Сапоги Минус Пять Штаны Минус Два Штаны Следопыта Отлично Вот это Вот мы Изготовим Уровень Позволяет Так Лавка Давайте Тогда Сначала Мы Так Это Продадим Это Тоже Продадим Так Бывай Откроем Наш Инвентарь И Посмотрим Со Штанами Броня Конечно Выше Да Сопротивление Колющим Ударом Минус На Один Процент Сопротивление Ударному Урону Минус Один Процент Сопротивление Ядом Вообще Нету Рубящим Ударом Минус Два Восстановить Энергию В бою Плюс Два Ну Давайте Использовать Будем Все равно Получше Мне кажется Будет Так Ну И Школ Змеи Вызвать Отравление И Пять Процентов Засмертелен Дар По Человеку Помощнее Будет Клинок Из Тир Тахаир Так что Мы Ставим Ну А это На всякий Случай Мы Оставим В Резерве Малый Глиф Игни Давайте Разместим Ну Пусть Будет В Штанах Большой Глиф Аксия Отлично Так И Все Так Идем К Ворону Хамство Всюду Хамство Да Ты чего Здесь Ищешь Приблуд Э Хотел Поговорить Ну С чем Пришел Есть Весть О твоей Жене Так Что Что Ты Сука Сразу Не Сказал Где Она Почему Ты Ее Не Вернул Она На Кривоуховых Топях Нашла Себе Там Стол Приют И Занятия Кажется И Там Хорошо Ты Должен Был Вернуть Ее А не Проверять Как Она Там Устроилась Ты Хотел Ее Найти Я Ее Нашел А Больше Мы Не Договаривались Думаешь Я Законченный Выродок А И Сам Во Всем Виноват То Что я думаю Не Имеет Значения И Все Таки В твоем Взгляде Я Вижу Презрение Не Знаю Как С Этим В мире Ведьмаков Только Вот В людском Мире Нет Черного И Белого Ты Наверное Скажешь Что Не Ты Один Виноват Ну Давай Рассказывай Санет Санет У нас была Любовь С первого Взгляда В битве По Данхарам Мне Копьем Плечо Раздробили Она Меня Перевязывала Когда Я оклемался Попросил Ее Руки А Она Расплакалась Отчасти Скоро Тамара Родилась А Меня Фольтест Отправил В Цидарис На помощь Королю Этейну Воевать С каким-то Разбойничем Атаманом Потом Еще Заварушка Еще Одна Дома Я редко Бывал Война Наша Опьяняла Как водка Мы с ней Так Друг дружке Привязали Что Даже Дома Я Не мог С ней Расстаться Ну хорошо Что было дальше Я воевал На разных фронтах Получал жалования А нет Одна Сидела Целыми Месяцами А позже Я узнал Что она Была Не так уж Одинока Ее Почти Три года Утешал Какой-то Эван Друг Детства Пес бы На нем Ездил Понимаешь Сука Если бы Она Один раз Загуляла Я Б рукой Махну Но она Мне Годами Рога Наставляла В гроб Она Видала И меня И мою Любовь Как ты Узнал Вернулся Домой Однажды И не нашел Ни Анны Ни ее вещей Только письмо Написала Мол Меня не любит Уходит К этому Шлепку И забирает С собой Тамару Я думал Прям там Кончусь Я поехал К нему Хотел Только девочек Домой забрать А как Его увидел Что-то Вселилось Меня Завалил Паскуду А ты Буху Его бросил Псам В конце концов Тебя же Не просто так Кровавым зовут А? Прозвище Обязывает А, нет С Кровавым Это совсем Другая история Надо думать Анна была Не в восторге Это Сука Мягко сказано Устроила Истерику Бросалась На меня Легалась Царапалась Наконец За нож Схватилась Я Если бы не уклонился Так бы И зарезала Меня Вот Тогда я Впервые Ее и ударил Не знал Как успокоить Ну и вот С того дня Все Переменилось Анна Несколько раз Пыталась Убить Себя И меня Доводила До того Чтоб я Ее ударил Кричала Мол Я убил В ее жизни Любовь Лучше бы Ее Саму Убил Я Тысячу Раз Прощения Просил Я цветы Носил Подарки И хоть бы что Через два года Злостью Перешла В равнодушие Но вот Временами То у нее Приступы Безумия Случались То я С пьяных глаз Что-нибудь Устраивал Не знаю Как мы Выдержали Столько лет Так что Как видишь Не все Было так Как могло Показаться С самого начала Ты прав Вина Лежит На вас Обоих Рад Что ты Это Понимаешь Ну ладно Если не Хочешь Привезти Анну Домой Расскажи Хотя бы Как она Там Очутилась На этих Болотах Твоя Жена Служит Ведьмам Ты Сука О чем Каким Таким Ведьмам Тем Которые Живут На Кривоуховых Топях Мужики О них Болтали Но Я то Думал Это Байки Как Она Там Вообще Оказалась Они Бежали Ночью У леса На них Напало Чудовище Которое Служит Ведьмам И Похитило Анну Чудовище Вот Ты Сука А Тамара С ней Ничего Не Случилось С ней Все В порядке Ну Слава богам Хотя бы Так А что С Анетой Что было Дальше Тварь Унесла Ее Вглубь Топии Но Вреда Не Причинила Больше Того Кажется Сейчас Анна По-своему Счастлива Счастлива Хватит Счастлива 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 Нет Счастлива Счастлива Снова Снова Счастлива Счастлива Так Счастлива 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 Сука Аааа! АААААА! АААААА! Все собрала? Да, спасибо. То, что ты для меня сделала, никогда тебе этого не забуду. Ты тоже мне помог. Дал мне приют. Велел обо мне позаботиться. Мы квиты. Тебе не обязательно уезжать? Здесь ты всегда найдешь теплый угол и большую компанию. Я должна. За мной гонятся упыри. Дикая охота. Когда я использовала силу, они взяли мой след. За тобой гонится дикая охота? Пока я здесь, вам грозит опасность. Вели людям запереть двери и окна, и пусть ночью никто из дому не выходит. А ты? Ты-то что будешь делать? Я еду в Новиград. А там увидим меня. Она села на коня и уехала. Пусто тут стало без нее. Переправа через Понтер окружена риданскими войсками. И, несмотря на это, ты послал Цири в Новиград. Она искала чародейку. А чародеи все в Новиграде. Кроме того, я не оставил бы ее на поживу риданцам. Я дал ей охранную грамоту. Откуда у тебя вообще эти охранные грамоты? Я ведь не всегда командовал этой бандой придурков. Когда-то я служил в Темерском войске. Но переправу охраняют риданцы. Если есть заслуженные репутации и хорошие связи, то цвета и знамена отходят на второй план. Значит, есть шанс, что Цири все еще в Новиграде. Спасибо, что ты ей помог. Да не за что. Раз ты все уже знаешь, что, наверное, торопишься, но... Ну, может быть... Если ты... Говори уже. Я хочу поехать за Анной. Отбить ее. Не верю я, что она там сидит по своей воле. Плохо ты меня слушал. Поход на болото — это самоубийство. Вот поэтому мне нужна твоя помощь. О Цири я тебе больше ничего рассказать не смогу. Но будь уверен, я буду очень щедр, если ты поедешь со мной. Ну, давай поеду. Немного наличных всегда пригодится. Ну, ясное дело. Я, значит, соберу людей и отправлюсь к Штейгерам. Будет здорово, если ты к нам там присоединишься. Ясно. Что за... Вот ты где? Опять сбежал. Да, извиняюсь, мы уже ушли. Что это было? А это ты мне скажи. Чудище или человек? Мои люди называют его Ума и считают монстром. Но мне кажется, это человек. Только страшный. Как говно Ордаля. Ума? Странное имя. Ну да, странное, но он мне другого-то не назвал. Значит, он умеет говорить? Не. Я спросил, мол, как звать. А он ничего. Только тычет себе в нос, палец в ноги. Ну, тут я хватаю его за руку и спрашиваю. А тебя как зовут? А он смотрит на меня, как на глупого. Да. И будит такой. У-у-у-у. Ума. Вот. Вот так прицепилась. На монстра он не похож. Хотя медальон при нем дрожит. Странно, откуда он тут взялся. А-а-а. С ним смешная вышла история, да. Я его в карты выиграл. Неужели больше не на что было играть? Ой, да что ж ты ко мне, сука, прицепился-то? Ну, вышло так, а не иначе. Ну, поставили его на кон и все тут. Все претензии не ко мне, а к его прежнему хозяину. Что смешного в этой истории? Ну, поехал я как-то в Новиград. Разве это, вкусить, так сказать, радости большого города. Остановился в трактиве. А там как раз играли. Вот. И я присоединился. Карта мне шла. Прямо вот как по маслу. Хех, ободрал я сукиных детей дочестно. А один торговец особенно взъярился. Он-то просадил все, что привез со скеллиги. Страшно хотел отыграться, понимаешь? Вот я и согласился. Я спросил, что он может поставить. А он показывает это чучело. Ну, интерес скверный. Ну и хрен с ним. Я дал мужику шанс отыграться, чё. Он шансы не использовал. Так вот уродицы попал во Вродице. Вот и песенке конец. Очень смешно. Животите надольвёшь. Ээээ, да чтоб ты понимал бы. Ну теперь ты самый настоящий барон. Даже шут придворный есть. Да. Хотя, я вот чувствую, что с ним что-то не то. То есть? Он вроде больше зверь, чем человек. А с другой стороны, у него вот у сутиного сына есть что-то такое умное в глазах. Не знаю, может кажется. Ты видал такое? Нет, не видал. Но с виду он не опасный. Ну, ладно, ничего. Жрать много не жрёт. Лопот покуда не доставляет. Так что пускай ребята веселятся. Мне пора. Прощай. Ну, будь здоров. Надеюсь, что ты найдёшь дочь. И будешь для неё хорошим отцом. И так, что ж, давайте поможем барону. Где у нас журнал заданий? На Скеллиге это шестнадцатый уровень. Костры на Веграда десятый. Но пока основные задания выполнять не будем. Вернёмся в Кривоуховый Топе. Для этого нам надо быстро переместиться вот сюда, в деревню Штейгеров. Ну, для начала заточим мечи. Отлично. Улучшим броню. Хорошо. Ну и идём к быстрому перемещению. Так. Ну всё. Хорошо. Ну всё. Где жми, я его делаю. Я его в гости. Вот раньше в первой части Ведьмака было такое масло Для серебряного меча Серебрянец по-моему называется Это было очень удобно Когда не знаешь Какой зверь попадется Можно было использовать его И она хотя бы помогала немного Не знаю Будет ли здесь это же масло Посмотрим А вон наш барон Ну что ж Пойдем мы выполнять это задание уже в следующей серии А на сегодня это все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки под видео С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр Увидимся в следующих прохождениях Всем пока